Пару дней назад Федеральная резервная система вновь решила приостановить повышение ставок до конца 2023 года. За исключением одного нюанса. В отличие буквально от каждого повышения ставок до этого, сейчас считается, что ФРС полностью закончила повышать процентные ставки. Поэтому рынок уже учитывает некоторые прогнозы, которые совсем скоро уже окажут влияние на рынок акций. И, конечно же, на другие активы. Итак, учитывая все недавние изменения и последний комментарий Федеральной резервной системы, которая, возможно, является самым важным заседанием за весь год, давайте обсудим, что именно происходит, какое влияние это окажет на ваши инвестиции и что вы можете ожидать в течение 2024 года. Возможно, это сильно отличается от того, что вы думали. Всем привет! Давно не виделись, меня зовут Вернар. И здесь на канале я делюсь с вами разной полезной и интересной информацией из мира инвестиций. Если вам интересны такие темы, то подпишитесь на канал и на мою страницу в инстаграме. Итак, перед тем, как мы перейдем к самым большим изменениям, которые должны произойти в 2024 году, надо затронуть инфляцию, так как это один из важнейших факторов, которые следует учитывать, когда речь идет о повышении или же снижении процентных ставок. И надо сказать, в последнее время она начала улучшаться. Основное, что ФРС хочет, это чтобы инфляция вернулась к целевому уровню в 2%, а затем они могли бы медленно начать снижать процентные ставки, чтобы не превратить всю экономику в мрачную пустошь. Как мы видим сегодня, их план, в принципе, уже дает свои плоды. Потому что 12 декабря выяснилось, что общая инфляция по всем статьям выросла всего на 3,1% за год по сравнению с 3,2%, который мы видели еще в октябре. Так, почему же некоторые люди говорят, что этого недостаточно? Что ж, если говорить о категориях, в которых наблюдался наибольший рост цен, на вершине списка оказались услуги по автострахованию. Там цены выросли на 19% по сравнению с прошлым годом. Однако, отдельно от этого есть намного более важный показатель, который предпочитает использовать ФРС. Это так называемый базовый индекс потребительских цен, Core CPI, который намеренно исключает более волатильные категории, такие как продукты питания и энергия, поскольку у них могут быть более сезонные колебания. И как раз здесь все становится интереснее. Несмотря на то, что в прошлом месяце базовая инфляция составила 0%, в ноябре базовый индекс потребительских цен увеличился на 0,3%, что было в основном связано с услугами. Сюда входят такие вещи, как медицинское обслуживание, оплата обучения, видео, аудиоуслуги, водоснабжение, канализация, вывоз мусора и т.д. Обратной стороной этого является то, что из всех категорий базовой ИПЦ инфляция в сфере услуг имеет тенденцию быть самой устойчивой, а это означает, что вероятность ее снижения в ближайшее время меньше всего. Однако положительная сторона всего этого заключается в том, что цены на жилье начали падать, хотя и очень медленно. Это то, что касается инфляции. Теперь у нас есть еще одна тема, которую стоит обсудить, и это, конечно же, фондовый рынок. Если говорить про фондовый рынок в 2023 году, то котировки поднялись довольно-таки неплохо. Например, S&P 500 с начала года вырос почти на 24%. У индекса Dow Jones самая длинная серия роста с 2021 года, в результате которого он вырос на 12%. Ну и, конечно же, NASDAQ вырос более чем на 40%. В целом, для тех, кто продолжал инвестировать, регулярно усредняя свою долларовую стоимость и диверсифицируя, то, возможно, это был один из ваших самых успешных годов за всю историю. Но это также должно заставить вас задуматься, что же происходит и может ли это продолжаться и в следующем году. Что ж, по сути, все это на самом деле сходится к одной простой вещи – к доходности 10-летних казначейских облигаций. Эти облигации служат своего рода ориентиром, который инвесторы используют для оценки ставок по ипотечным кредитам, стоимости заимствования денег и, что наиболее важно, доходности без рисковых вложений. В конце концов, если бы вы знали, что можете гарантированно получать 5% каждый год в течение следующих 10 лет, внезапно вложение этих денег в фондовый рынок может показаться не такой уж и привлекательной затеей, в результате чего рынок акций падает. Теперь, как правило, эта ставка по 10-летним казначейским облигациям полностью зависит от последних данных по инфляции и повышению ставок Федеральной резервной системы и ожиданий инвесторов на следующие несколько лет. Но поскольку инфляция сейчас имеет нисходящую тенденцию, ФРС указывает на то, что с повышением ставок все покончено, а инвесторы считают, что ставки в ближайшем будущем будут ниже, чем сегодня. И все это привело к тому, что доходность по 10-летним казначейским облигациям начали снижаться. В результате деньги снова начали перетекать в рынок акций, и он снова пошел вверх. По сути, подумайте об этом так. Когда процентные ставки были около 0%, каждый вынужден был инвестировать в рискованные активы, такие как фондовый рынок, если они хотели получить хоть какую-либо прибыль. Но когда процентные ставки составляют 5%, некоторые люди уже предпочитают использовать безопасный подход и вывести свои деньги с фондового рынка и переложить их в активы с гарантированной доходностью в 5%. И это то, что мы наблюдали в последнее время. В результате этого фонды облигаций и денежного рынка получили рекордный приток денег, поскольку инвесторы фиксировали гарантированную доходность. Но это также говорит о том, что существует значительная сумма денег, которая в настоящее время активно не инвестируется в фондовый рынок. И если они зайдут на рынок, то это может привести к дальнейшему росту цен на акции. Для контекста, в настоящее время 5.7 трлн долларов в виде наличных находятся в руках у инвесторов и управляющих компаний. И чем ниже пойдут процентные ставки, тем больше вероятность того, что эти деньги могут вернуться в рынок, что приведет к еще большему росту цен. Теперь, с точки зрения того, что будет с рынком в 2024 году, то давайте посмотрим на прогнозы одних из самых крупных финансовых учреждений. Но для начала, учитывая, что на данный момент индекс S&P 500 составляет около 4700 пунктов, давайте посмотрим, как эти же компании довольно сильно ошиблись в своих прогнозах в прошлом году. К примеру, Барклэй заявлял, что S&P 500 будет составлять 3675, Морган Стэн и UBS и CT Group предсказывали 3900, Блэк Рок – 3930, а Банк оф Америка и Голден Сакс – 4000. С другой стороны, более или менее точные прогнозы были сделаны JP Morgan и Wells Fargo на уровне 4200, Oppenhammer – 4400, Deutsche Bank – 4500 и Jardine Research – 4800. Итак, учитывая все это, если вам нужны прогнозы тех, кто ближе всех угадал исход 2023 года, то давайте начнем с JP Morgan. Они считают, что в следующем году мы увидим падение индекса S&P 500 до 4200. По их мнению, если учитывать замедление экономического роста, разрушающие избыточные сбережения и ликвидность домохозяйств, и ужесточающееся кредитование, то они считают, что рост в 2024 году может быть нереалистичным. Тем не менее, Wells Fargo настроены немного более оптимистично. Они считают, что индекс S&P 500 закроется на отметке в 4625 пунктов, что, по сути, немного ниже того уровня, на котором мы находимся сегодня. Далее, с более позитивными прогнозами у нас RBC Capital Markets, который считает, что мы увидим индекс на уровне 5000, а BLMO, которая в прошлом году сделала достаточно близкий прогноз, считает, что мы увидим 5100 пунктов. По их мнению, ожидается, что в 2024 году акции США снова покажут год с положительной доходностью, продемонстрировав более оптимистичные, широко распространенные и фундаментально обоснованные показатели по сравнению с тенденциями последнего десятилетия или около того. Другими словами, это означает возвращение к нормальным и типичным рыночным условиям. То есть, по сути, все это означает, что абсолютно никто не имеет ни малейшего представления о том, что произойдет в следующем году. Хотя, на первый взгляд и кажется, что если ФРС снизит процентные ставки, то фондовый рынок может продолжать расти еще выше. Но если задуматься о том, когда это произойдет и как быстро это может произойти, то здесь нужно будет обратить внимание на то, что сказала Федеральная резервная система. Важно отметить, что на данный момент рынок полагает, что ФРС начнет снижать процентные ставки уже в марте 2024 года. Хотя, с точки зрения того, что говорит Джером Пауэлл, все не так уж и ясно. В недавнем интервью он признал, что их нынешняя политика замедляла экономику США, как и ожидалось. Их ключевой показатель инфляции составил в среднем 2,5% за последние 6 месяцев, что едва превышает целевой показатель в 2%. И что полный эффект от повышения ставок ФРС на сегодняшний день, вероятно, еще не проявился. По сути, можно предположить, что если не произойдет какой-либо экономической катастрофы, то процентные ставки, вероятно, уже находятся на своем пике, и больше расти они уже не будут. Рютерс, также разбирая слова Пауэлла, такие как «мы готовы к повышению, если ситуация того потребует», говорит, что такое заявление в значительной степени подтверждает, что нынешние условия уже не подразумевают дополнительных повышений процентных ставок. По крайней мере, на основе того, что мы сейчас знаем. Вдобавок ко всему, Джером Пауэлл отметил, что ожидаемая мягкая посадка идет по плану. При этом рынок труда остается устойчивым, несмотря на замедление роста расходов и производства. Однако, существует потенциальный риск, связанный с ценовым давлением. Риск заключается в том, что если люди слишком сильно поверят в то, что с повышением процентных ставок покончено, и люди начнут тратить слишком много денег, потому что акции в цене растут, то это может привести к возобновлению ускорения инфляции и к тому, что Джером Пауэлл вновь может обратиться к возможности повышения процентных ставок. Именно поэтому он продолжает повторять, что говорить о снижении ставок преждевременно и что, скорее всего, процентные ставки останутся высокими еще долгое время. Последнее, что они хотят, это снизить процентные ставки, а затем осознать, что они были неправы и снова поднять их. Если это произойдет, они полностью разрушат то немного доверия, которое у них осталось. Вот почему для меня единственным вопросом является то, как скоро они начнут снижать процентные ставки. На мой взгляд, ответ, наверное, через 5-6 месяцев после того, как инфляция вернется к целевому уровню 2%. Но, конечно, еще слишком рано говорить о победе над инфляцией. В конце концов, по данным Wall Street Journal, американцы по-прежнему тратят деньги так, будто завтра не наступят. Средний потребитель тратит деньги на мероприятия, концерты, отпуск, впечатления, а уровень сбережений сокращается. По сути, по их мнению, для небольшой части населения экономика стала настолько плохой, а перспективы на будущее настолько безнадежными, что они перешли к безрассудным расходам, поскольку ситуация уже не может стать хуже. И это большая проблема. Это говорит о том, что, во-первых, экономика США может быть не такой устойчивой, как показывают данные. И, во-вторых, увеличенные расходы могут привести к более устойчивой инфляции, чем ожидалось. Вот почему я думаю, что, скорее всего, мы увидим снижение ставок позже, чем мы думаем, и ФРС будут удерживать высокие ставки дольше, чем мы предполагаем. И это всего лишь совершенно случайное предположение, и я, конечно же, могу сильно ошибаться. Даже лучшие аналитики ошиблись в своих прогнозах по акциям и недвижимости, а когда вокруг так много прогнозов и догадок, некоторые из них неизбежно окажутся верными. Это причина, почему я просто регулярно инвестирую, несмотря на то, что происходит на рынках. Я думаю, что если рынок, к примеру, завершит 2024 год в плюсе, тогда отлично, я буду как бы тоже в плюсе. Но если рынок окажется красным и упадет, то это просто означает, что я смогу купить акции дешевле, чем могу купить их, допустим, сегодня. В любом случае, я рассматриваю это как плюс-плюс, да, win-win. А что, по-вашему, ждет нас в 2024 году? Поделитесь вашим мнением в комментариях. Если это видео вам понравилось, то поставьте лайк и подпишитесь на канал. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. С вами был Ярнар, увидимся в следующем ролике. Всем пока.